Добрый день! В эфире программа «Тема дня» Комментарии студии Роман Бэгов Ну что ж, нынешняя зима выдалась довольно снежной Кто-то говорит слишком снежной Синоптики говорят более сдержанно В пределах нормы И тем не менее мы видим, что на улицах наших городов Не только Твери, регионов всего Целые самые огромные заносы образовались Брустверы такие из снега Мы видим, что зачастую по тротуарам люди пробираются Помните фотографии и хроника в блокадном Ленинграде По таким снежным каньонам, потому что узкая тропка И об этом мы сегодня поговорим Что делается, по крайней мере, в областном центре Для борьбы со всеми этими заносами Сколько техники работает И мне еще интересно узнать, конечно, у гостей студии А что делать людям, если они видят, что управляющие компании ничего не делают Куда обращаться? Хочу присоединить гостя Это Павел Кондратьев, заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Администрации Твери Павел, добрый день! Добрый день! Павел, скажите, всех, конечно, интересует, какая техника И сколько работают на улицах Твери этой зимой? Ежедневно на улицах Твери работает свыше 20 единиц техники Это коммунальные дорожные машины, трактора С тракторными щетками, отвалами Это грейдеры, смосвалы, которые вывозят снег с улиц города И маленькие чистики, которые очищают тротуары в узких местах Техники, конечно, на авральный период недостаточно То есть, вместо, допустим, четырех колонн из этого Мы можем соформировать только две То есть, они очищают районы по очереди И в период, когда техника не доехала до тех или иных улиц Магистральных или немагистральных Создается впечатление, что власть ничего не делает Да, что это не прекратится никогда Что будет снег, всегда снежная каша Максимальный выход техники Максимальный выход людей В условиях того, что водительский персонал Технический персонал другой Задействованный на уборке тротуаров И проезжих частей болеет Но никто Я вчера осмотрел данные по количеству работающих в МУПЖЕК Это предприятие, которое содержит город по муниципальному контракту Выходной Один человек из... Ну, я говорю только про водительский состав Потому что помню цифры Из 147 человек выходной Один человек В отпуске один человек То есть практически все, кто могут Плюс водители не только штатные Принимаются на период На зимний период Водители для работы по гражданским договорам Для того, чтобы увеличить количество Персонала, который может управлять Коммунальными дорожными машинами А это не совсем то же самое, что и просто грузовиком Это специализированная техника Там и работать нужно Уметь и ходить в колонии, и маршруты знать Скажите, а вот касаемо техники Ну, давайте так В идеале, теоретически Сколько бы надо иметь? Вот по вашему мнению Выход техники должен быть минимум в два раза больше То есть не 20, а 40? Да, не 20, а 40 Чтобы хотя бы одно звено Из коммунальных дорожных машин Работало по районам Ну, по одному район Такое же звено из тракторов Расчищало тротуары К сожалению, районы сейчас Отрабатываются по очереди И не всегда получается Своевременно направить технику В те или иные районы С грейдерами ситуация тоже сложная У нас в наличии 4 грейдера Из которых выходит ежесуточно 2 грейдера А, остальные 2? Сломаны или что? Или мелкий ремонт Или не хватает персонала То есть заболел элементарно Да, заболел Ну, и люди тоже иногда работают Ну, тоже требуются выходные То есть и так люди работают по 12 часов То есть практически в авральном режиме Но все равно мы стараемся реагировать На все поступающие обращения и звонки Без исключения Формируем определенные Разбиваем на районы И направляем технику Для расчистки определенного района Ну, к сожалению, таких вот районов Зон, секторов намного больше Чем можно обслужить Вот, допустим, одним-двумя грейдерами Я говорю про частный сектор Потому что много звонков Что именно дороги Не магистральные Завалены снегом Кстати, извеченной такой проблемой Является сужение проезжей части Когда мы видим Даже на магистральных улицах Там, допустим, 4 полосы Допустим Но по факту их, знаете, Как я называю 3 Потому что с одной и с другой стороны По факту пол полосы Заняты снегом И среди причин Я замечаю Это то, что Зачастую полосы Заставлены обочины машинами И то есть Непонятно Когда чистить снег Там Вот мне в этой связи вопрос Как-то можно все-таки Это решить проблему Как-то, я не знаю Может какие-то Объявления Что товарищи Там Такого-то числа Там за 3 дня заранее Здесь будет чистить снег Поэтому не паркуйтесь На ночь, к примеру Я понимаю, днем, да Никуда машины не деться Но чтобы хотя бы ночью чистить И чтобы не было Вот этой проблемы Сужения проезжей части Это как-то теоретически Можно сделать Или это никак Вообще не решить эту проблему Можно это сделать Путем развешивания объявлений Или каких-то Ну, каким-то Идругим образом Да, и привлекать для эвакуации Да, информировать людей Или при помощи ГИБДД Но есть такие места Где машины стоят С начала зимы И машины крупногабаритные Такие, что простым эвакуатором Не передвинуть Да и нельзя Это делать Если машина стоит Без нарушения правил Даже движения У края проезжей части Вот обращение было По проспекту Победы Обратим мы внимание На этот участок Ну, и чего там Греха таить Вот Мужчина, который звонил Он абсолютно прав Что там зауженность такая Что из четырех полос Осталось две Одна в одну сторону Другая в другую На очереди Эта улица Этот участок Проспекта Победы На очереди И мы в ближайшее время Займемся вывозом снега И оттуда Скажите, а у городадминистрации Есть какие-то рычаги Воздействия на управляющие компании Которые зачастую бездействуют Которые зачастую говорят У нас нет столько людей Чтобы залезть на крышу И с чистой снег Сбить сосульки И так далее С ним что-то можешь сделать? Или извините Вы здесь ни при чем Управляющая компания Соответственно с жильцами Взаимодействуют А городадминистрация Это не ваше дело У вас есть какие-то рычаги воздействия? Но с управляющими компаниями В основном взаимодействуют Администрации районов Ну хорошо Администрация районов Есть рычаги? Могут ли они вызвать на ковер? Начальник такой-то Управляющей компании Скажет, что ты делаешь У тебя ничего не прибрано Есть определенные Административные воздействия Меры административного воздействия Которые могут повлиять На сложившуюся ситуацию Но как выясняется Здесь больше речь идет О доброй воле управляющей компании То есть есть административные рычаги Да, можно и протокол составить И на администрацию На руководство управляющей компании Но от, допустим, того Что управляющую компанию штрафуют На определенное, как юридическое лицо На определенную сумму Снег-то не уберется А что делают тогда люди? Тем не менее Обращаться и в администрацию районов И вот другие надзорные контролирующие органы Можелую инспекцию, наверное Можелую инспекцию Для того, чтобы со всех сторон Воздействовать на управляющую компанию И в том числе В праве жильцов Если собрать общее собрание жильцов Например, поменять управляющую компанию Или поменять способ управления домом Заключать напрямую договора То есть не платить деньги управляющей компании Которая не собирается их тратить на расчистку дворов А выбирать другой способ управления домом Какую-то частную, может быть, фирму нанять самим Да, и обращаться к ее услугам У нас полминуты осталось Скажите, касаемо горадминистрации У вас есть сотрудник, который выезжает на место Проверяет, насколько все почищено Я могу предположить, у вас их не 500, не 1000 человек Поэтому могут ли люди как-то облегчить ваш труд И сами присылать фотографии Вот такая-то улица, такое-то число Смотреть, что творится Куда они могут это прислать? Мы принимаем обращения на сайте городской администрации И с фотографиями, без фотографий Там есть контактный email? Да, там можем направить обращения Таких обращений поступает в день от 30 до 60 Достаточно большой объем Мы их, каждое обращение мы отрабатываем А можно даже, наверное, видеофайл прикрепить, правильно? Снять сейчас у всех видеокамеры на телефонах Да, это тоже поможет По крайней мере определить текущую ситуацию На момент съемки Либо фото, либо видеосъемки И поможет выбрать способ Которым нужно решить проблему Сколько и так далее Ну что ж, наш эфир подошел к концу Это была программа тема дня Комментарий Мы сегодня говорили о ситуации в Твери Со снежными заносами С тем, как и что делать Для того, чтобы ликвидировать Все эти огромные брустверы и снега А самое главное Почистить наши крыши домов Да и дворы тоже Спасибо вам большое Спасибо До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова